А в Алматы проходит 29-й конкурс молодых исполнителей Жас-Канат. За титул победителя борются 20 молодых исполнителей со всей страны. Как прошел первый день полуфинала, расскажет Жанар Канафина. Перед началом концерта зал почтил память основателей конкурса Мурата Ергалиева и Александра Пономарева. Самая лучшая благодарность, считают организаторы, это продолжать воплощать идеи мэтров и растить новые таланты. В первый день полуфинала Жас-Каната на сцену вышли 20 конкурсантов из разных уголков страны. Самый старший из них – 27-летний Нариман Жалдаспеков из Петропавловска. Он уже работает в оркестре казахских народных инструментов имени Сегас-Серы. Однако участие в конкурсе расценивает как начало нового этапа в своей карьере. Удивляют публику молодые артисты не только вокальными данными. Ерназар Жубан из Атрау, уже солист в эстрадно-симфоническом оркестре Алматы Ауэндере, выступал сегодня в строгом дизайнерском костюме с булавками. Говорит, что подруга-дизайнер подсказала, что это от сглаза. Сам он перед конкурсом простудился. У меня болело горло, но для человека с больным горлом, я думаю, показал неплохой результат. И Ерназару и другим участникам конкурса судьи выставили довольно высокие баллы. Лидировала, по мнению жюри, 17-летняя Наргас Жанузакова из Актобе. У нее 110 баллов. Но основная гонка за Гран-при еще впереди. Я знаю, что все наши участники очень талантливые. Я не могу сказать, с кем я буду соревноваться, потому что все наравне. Мы все стараемся, мы все трудимся. Каждый достоин победы, я считаю. В жюри конкурса известные музыканты, композиторы. Лауреат конкурса «Жаз Канад» 1995 года Нурлан Абдулин отметил, что музыкальное состязание вывело на большую сцену многих популярных сегодня артистов. Некоторые из них, к слову, сидят в жюри. Да, конечно, конкурс меняется с годами, потому что на дворе все-таки 21 век. И у всех уже другие вкусы. Они слушают другую музыку, они хотят быть в тренде. Радует то, что у нас очень много молодежи сейчас стараются петь на родном языке. И они больше и больше обращаются к народу материалу. Это очень радует. В эти минуты проходит второй тур «Жаз Канад». Участники поют в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Сегодня отберут семерых финалистов, а завтра уже определится обладатель Гран-при. Которому в этом году присвоили имена Мурата Иргалиева и Александра Пономарева. Жанар Канафина, Мадишин Гэс, Алматы, Первый канал Евразия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok